Дорогие коллеги, и мы переходим к следующему докладу Михаила Овчинников из Челябинского госуниверситета расскажет про конечность числа значений эпсалон-версии инварианта Решетихина-Тураева для линзовых пространств. Пожалуйста. Спасибо. Хочу выразить благодарность организаторам конференции за возможность приехать и выступить. Итак, хочу осветить историю вопроса. Значит, история довольно длинная. Началась в 91-м году, когда мой научный руководитель Матвеев получил припринт по личным каналам от Тураева с припринтом с описанием инварианта Тураева-Веро. И, в общем-то, он сразу заинтересовался этим инвариантом, стал изобретать что-то подобное, исходя из похожих принципов. Ну, вот у него получился инвариант несколько простой, который он назвал Т-инвариант как бы Тураевско-подобный, подразумевая такой смысл. Ну, инвариант казался очень простым, но, тем не менее, он нашел в нем определенные отличия от оригинала Тураева-Веро и свои достоинства в связи с его простотой. Значит, описание его, в общем-то, с некоторой задержкой все-таки оказалось публиковано. Ну, определенные проблемы были в вычислениях такого плана, что трудно исследовать свойства, искать закономерности у таких инвариантов. Ну, вот мне удалось найти формулу для линзовых пространств, но заодно, скажем, получить конечность числа значений для этого инварианта. Ну, на тот момент это было определенным результатом. Еще 1994 год. Ну, кстати, упомянут в публикации оказался только в 2000 году. Вот такая короткая история конечности значений для линзовых пространств, так сказать, началась для меня. Ну, вот в те же года, там, где-то в районе 1991 года был другой инвариант, открытый, имеющий название инвариант Рештихина-Тураева. Вот для него аналога у нас, так сказать, эпсилон-аналога долго не было. И вот в прошлом году Филипп Кораблев, который здесь присутствует, вот он сумел построить такой инвариант, который относительно прост по сравнению с инвариантом Рештихина-Тураева. И, тем не менее, его не очень просто исследовать с точки зрения вычисления конкретных, исследования его значений на конкретных многообразиях. Но, тем не менее, применяя свой опыт в работе с инвариантами Тураева-Веро и эпсилон-аналогом, мне вот удалось, так сказать, эту проблему одолеть и для такого инварианта, можно сказать, грубо говоря, инварианта Кораблева. Так, следующие подробности. Значит, вот простая формула, которая описывает инвариант Тураева-Веро для трехмерных многообразий. Для тех, кто знаком с описаниями подобных инвариантов, те могут сравнить. Ну, а даже те, кто и не видел тех инвариантов, сам инвариант Тураева-Веро или Рештихина-Тураева, тем не менее, формула выглядит достаточно просто. Значит, число эпсилон здесь присутствует. Это число золотое сечение, которое удовлетворяет квадратному уравнению школьного типа. Тут у нас используется понятие «спростой спайн» многообразия. В общем, это ограничено только замечанием, что это двумерный полиэдр, который лежит в многообразии. Но что такое простой спайн, я уж объяснять не буду. Главное, что описание этого простого полиэдра, если его дать, это означает описать само многообразие. Так что, если мы считаем что-то, опираясь на полиэдр, мы тем самым что-то вычисляем для многообразия. Ну, многообразие компактное, трехмерное. Компактное, компактное. Не обязательно. Вот здесь есть параметр V, число V. Ну, это число вершин сингулярного графа. То есть точки в двумерном полиэдре различаем сингулярные, регулярные, в общем-то, с естественным смыслом. И если там, так сказать, рассматриваем граф, состоящий из сингулярных точек, то у этого графа есть вершины, вот их мы и не подсчитываем. Ну, формула оригинальна вот в таком виде была дана Матвеевым при описании варианта. Еще отмечу такую деталь. Ну, традиционно число золотое сечение обычно обозначают φ маленькое или φ большое греческой буквой в литературе. Ну, вот Сергей Матвеев использовал букву ε, так сказать, в литературе она мне как-то не очень встречалась. Но, тем не менее, мы следуем, так сказать, своему научному руководителю используем по-прежнему эту букву для обозначения этого числа. Еще отмечу, что вот для инварианта заявленного в заголовке в обозначении опять используется буква ε, но это не совсем математично, потому что инвариант определяется не совсем параметром ε, в которых два варианта решения из квадратного уравнения, а комплексным параметром q, понятной природы, q – это какой-то из корней пятой степени из минус единицы, но ε уже однозначно тогда по выбранному параметру q вычисляется. Это, кстати, объяснение странному обозначению для золотого сечения. Итак, значит, немножко, так сказать, на напоминание из предыстории опять-таки. Вот эта картинка, несколько загадочная для людей, кто не знакомился с этой темой, изображает спайн некоторого линзового пространства. Я не вдаюсь в подробности, как именно эта картинка описывает спайн. Обращу внимание на регулярную структуру этой картинки, что у нас можно подобные картинки составлять из стандартных элементов, склеивая их по горизонтали. И то, что мне удалось сделать, это свести вычисление, уйти от вычисления по той формуле и прийти к вычислению с помощью матрицы. Матрицы сопоставляются вот этим элементарным фрагментом, который тут можно усмотреть. Опять-таки, я опускаю детали. Важно следующее, что вот три матрицы, которые здесь выписаны, они порождают группу матриц, в которых оказалось конечное число. И отсюда, собственно, и последовала конечность числа значений для линзовых пространств. В картинке можно усмотреть стандартные фрагменты. Вот так вертикальными линиями можно нарезать стандартные элементы, квадратики с фрагментами картинок, ну, трех видов. Соединение только двух видов и крестики – это один вид. Вот три креста, два вида соединений. Ну, здесь можно, скажем, чуть-чуть крутнуть. У нас будет соединение вот такого вида и еще крестик наружу. Здесь тоже картинку можно заменить на эквивалентную. Если вот передвинуть два крестика сюда, и будет крестик на краю. Вот крестиком на краю соответствуют вектора. Соединением соответствуют матрицы перестановок два вида. А вот эта матрица соответствует, сопоставляется крестик. То есть по картинке можно выписать произведение матриц и их значение произведения, и даст значение варианта для линзового пространства. Ситуация такая, что для применения этих матриц, ну, чтобы обосновать применение матриц, ну, используется слегка видоизмененная формула для значения инварианта, но она принципиально отличается тем, что уже предназначена не для спайна, а для полиэдра с краем, которым еще выделен подграф, который, ну, согласно традиции, называется раскраской края. То есть выбрать подграф на краю полиэдра означает его покрасить. И вот для крашеного полиэдра с краем считается значение инварианта. И вот варьируя вот эти подграфы, мы получаем набор значений, которые, ну, так сказать, по своему усмотрению можно или изложить в виде одного вектора, но если краев два, то, значит, удобнее уложить в таблицу. И получается в нашем случае квадратная матрица. Получающаяся матрица оказывается весьма не случайной. Это матрицы ортогональные, сохраняющие расстояние в четырехмерном пространстве и на самом деле оказываются матрицами вращения некой двумерной сферы и, в существенно, оказываются вращениями, асимметриями экосайдра. А вектора, которые, ну, вот соответствуют этим концевым элементам, имеют орбиты, состоящие из 12 точек, собственно, вершины экосайдра. Но такой геометрический смысл, он, собственно, представляется таким интересным моментом в этой задаче. Перейдем к инварианту, построенному Кораблевым. Здесь многообразие рассматривается так же, как в инварианте Рештихина-Тураева в виде оснащенного зацепления. Схематично, не вдаваясь подробностей, я представил формулу в сокращенном виде. Здесь можно заметить, опять-таки, имеем сумму. Сумма рассматривается перебором каких-то подножеств, а именно под зацеплений. И участвует число эпсилон, ну, некая таинственная величина в фигурных скобках, которую я сейчас не буду комментировать. Некоторые параметры в качестве множителей. И наиболее сложный, ну, достаточно сложный момент вычислять эту сумму, как осуществлять перебор. Для линзовых пространств существует стандартное представление в виде оснащенного зацепления, в виде цепочки последовательно зацепленных окружностей с оснащениями А1, А2 и так далее. Здесь легко заметить похожую структуру со специальными спайнами, которые я показывала, с простыми, можно сказать, спайнами. И этим мне удалось воспользоваться, применить свой опыт и перейти к применению матриц для вычисления. Для начала только суммы, которые присутствуют в формуле. В начале свел вычисления комбинирования матриц, которые я тут выписал. Матрицы удобны для вычисления, для просчета конкретных примеров. Но на этом пути конечность числа значений получить не выйдет, хотя бы потому, что эти матрицы имеют определитель отличной единицы и произведения произвольного числа матриц, так сказать, конечность не обещают. В попытках перестроить матрицы, чтобы найти возможность для получения порождаемой конечной группы матриц, удалось перейти к другому удобному для этого набору матриц. Коэффициенты уже, строго говоря, для вычисления менее удобны, но зато свойства матриц оказались очень хорошими в том смысле, что они совпали с порождающими для матрицы, так называемой бинарной экосайдрой, группой матриц, состоящей из 120 матриц, ну, ровно с теми матрицами, которые, например, выписаны в статье Кирби Шарлемана 8 ликов гомологической сферы в Анкаре. Ну, в общем, это классический объект. И вот отсюда удалось уже сделать вывод о конечности числа значений. Еще хотелось бы отметить... Неправильно нажимаю. Попутно казалось интересно следующий момент, что эти матрицы на самом деле изображаются точками в четырехмерном пространстве, а именно кватернионами, лежащими на трехмерной сфере в четырехмерном пространстве. Соответственно, возник интересный вопрос все-таки поизучать геометрию этих точек, как они в трехмерной сфере расположены. И тут оказалась достаточно красивая картина, когда их можно увидеть достаточно наглядно на расширяющейся сфере. Если взять одну точку, одну из 120, и постепенно отслеживать сферу с увеличивающимся радиусом с центром в этой точке и отслеживать пересечение с этим множеством точек. И последовательность картины примерно такая получается. Вначале у нас экосайдр возникает, потом в какой-то момент вершина додикайдра, потом опять экосайдр, потом точки середины рёбер экосайдра, или то же самое, что додикайдра, они общие середины рёбер, потом опять экосайдр, додикайдр, и, наконец, финальная точка. Объект, если ближайшие точки соединять, затягивать треугольниками, то возникают тетраэдры. Этих тетраэдров в общей сложности 600 штук. И, в общем, этот объект достаточно хорошо известен, хотя бы упоминается в книге Гильберта Конфосина. Здесь я представил, как у нас сочетаются экосайдры и додикайдры, ну а крайнее правое изображение, это можно считать проекцией на среднюю сферу всех экосайдров и додикайдров, которые тут возникают, ну, проекция вдоль, можно сказать, меридианов, которые соединяют эти начальные и конечные противоположные точки, которые можно рассматривать как полюса. Продолжение следует... Есть ли у кого-то вопросы? А можно как-нибудь поподробнее-то все-таки? То есть у вас есть линзовое пространство, да? Вы взяли оснащенное зацепление с этими параметрами 1АН, а потом как-то у вас оказался додикайдр, и все закончилось. Нет, у вас начиналось вообще с того, чтобы был спайн, там были матрицы 5 на 5. матрица, в которой отражены оснащения и матрица там с буквами эпсилон. А, вот это вот там, там где вот. И делить на D. Ну, вот у вас персональный параметр реализового пространства был разложен в непрерывной дроби А1АН, да? И дальше что мы с этим делаем? Сопоставляем. Вот у нас есть зацеп. Это сопоставляем с этой матрицей. А вот этот фрагмент, где приписано оснащение, сопоставляем с этой матрицей. Вот, например, А1АН. Здесь у нас будет... А Q как-то зависит от А1? Что, что, что? Q от А1 как-то зависит у вас? Q это параметр постоянный. От А1 никак не зависит? Нет, конечно. Что? Здесь у нас оснащение А2, потом опять у нас зацеп. И опять у нас вставляется вот такая. С этой матрицей никак от параметров линзового пространства не зависит? Вот, вот, А1. Параметры, они определяются оснащениями. А они как степень там сидят? Вот, оснащение, число. Оснащение под таким углом. А2. Ну, вы спрашиваете, как параметры зависят от этих оснащений, что ли? Нет, я спрашиваю сначала, где там фигурует А1? А1 это степень, да? А1 это не степень, это оснащение на компоненте. А, это матрица. В матрице. Здесь в виде степени присутствует. Вы доказываете, что если вы пробегаете всевозможные на айты, то у вас существует только конечное число значений, так? Да. Да, да. Да, вот эти матрицы, такие матрицы, они порождают конечное число матрицы. Еще вопросы есть? 120 штук. А, Николай, можно я спрошу? Да, пожалуйста, Валерий Георгиевич. О, Миша, спасибо за интересный доклад. Ну, вот у меня тоже вопрос похожий. А там, где была картинка, вот у вас матрицы большие были. Вы говорили, что вот у вас эти три матрицы порождают группу симметрии и косаэдра. Так эти матрицы, как иллюстрация для какого-то конкретного линзового пространства? Или для всех вообще? Для всех вообще. А, то есть для всех линзовых пространств вы построили вот эту вот группу. Правильно я понимаю? Да, 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 да. А, вот как. Ага. Спасибо. Я могу про эти матрицы чуть-чуть повторить, чтобы... Да, если можно, пожалуйста. Картинки для спайнов у нас составляются вот из таких стандартных фрагментов графических. То есть как бы не важно, что они значат. Важно, что картинки можно скомпоновать из таких вот элементов. Всего четыре разных элемента. Даже можно сказать... Ну да, четыре. И вот соединительным ребрам у нас соответствует матрица перестановок, которая тут выписана. Ну а элементу с крестиком у нас соответствует матрица, матрица, с которой содержит... Которая участвует число эпсилон, золотое сечение. То есть правило достаточно простое. Если мы разрежем такую стандартизованную картинку на фрагменты, сопоставляя матрицу, их произведение даст нам значение числа... значение вариантов для линзы. Ну, в качестве еще одного момента могу упомянуть ценность этого геометрических смыслов, которые тут возникают. Вот у нас значение для инвариантов, их вроде бы всего четыре, кажется, очень мало. Ноль, один, эпсилон, квадрат, и один плюс эпсилон квадрат. Всего четыре значения. Но интересно, что у них есть смысл. Вот наши вершины лежат на вершине Экосайдра. Так вот, эти значения, ноль, один, это ровно, скажем, те проекции, которые можно увидеть на оси Экосайдра. Вот всех наших вершин. Ну, если совпадает с начальной вершиной, это будет ноль, следующее, один, следующее, один. Так, да, тут расстояние эпсилон квадрат. Здесь будет один плюс эпсилон квадрат. Так, нет, просто эпсилон. Один плюс эпсилон равно эпсилон квадрат. А здесь у нас еще расстояние один, значит, вот это все расстояние один плюс эпсилон квадрат. Вот. Хорошо. То есть, в этих значениях, ну, вот, хорошее свойство тут обнаруживается в виде геометрического смысла. Хорошо, давайте поблагодарим докладчика. Игорь Негода.